Садовник подобрал одинокого котенка, но вскоре понял, что он не тот, кем кажется. Джаред Йост из Миннесоты – специалист по ландшафтному дизайну. Садовник и агроном в одном лице, но ни разу не зоолог. Да и нужно ли профильное образование, чтобы отличить котенка от щенка, и понять, что тот слишком мал и явно потерялся. Все началось банально. Йост выполнял заказ по озеленению территории, как вдруг услышал звуки, которые любое живое существо однозначно идентифицирует как сигнал бедствия. Кто-то звал на помощь. Мужчина пошел на звук и нашел крупного котенка. Рядом никого не было, следов логова он тоже не нашел, а погода стремительно портилась. Вот Йост и решил забрать найденыша с собой. Никакого подвоха он не видел. Котенок есть котенок. Надо бы сводить кроху к ветеринару. Но дела навалились, и визит все откладывался и откладывался. Между тем, за несколько дней мужчина успел заметить много странностей. Котенок не мяукал, не пищал, а издавал странные горловые звуки. У него были непомерно большие подушечки лап и поразительно короткий хвост. А еще белые треугольники на тыльной стороне ушей и характерные пятна на морде. Когда подозрений накопилось много, Йост полез в интернет и убедился, что приютил у себя маленького рысенка. Как бы невелик был соблазн оставить дикого котенка себе и попробовать воспитать из него домашнюю рысь, Йост все же переборол себя и отвез малыша в местный центр реабилитации зверей. Зверям место в дикой природе и негоже приучать малыша к миру людей, для его же блага. К счастью, специалисты заверили, что никакой душевной травмы котенок получить не успел и к человеческим рукам не привыкнет. К осени, когда подрастет, его выпустят в лес. Сам Джаред Йост описывает свое знакомство с рысенком как необыкновенное приключение и рад, что удалось помочь малышу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.